Всем привет из солнечного Мерсина, хотя солнышко не видно, всю ночь шел, дождь, пришла зима, пришла зима раньше, чем ее ожидали, в основном такая погода, как говорит, но в этом году немножко пораньше началась зима, у нас ничего, это не мешает нам гулять, заниматься йогой, в данный момент я жду девчонок своих, будем заниматься вместе с ними, оделась я тепло, не парень штангу одела, потому что вчера в одних штанах сами узла, даже сегодня вот шапочку одела, если честно, так как вспоминаю себя год назад, год назад я вообще не высовывала нос из квартиры, потому что то пандемия была, то карантин был, все сидели, боялись куда-то выйти, а жизнь продолжается, друзья, в Турции, мой муж сказал, 18 тысяч заболевших вчера, я даже забыла про этот коронавирус, я говорю, это много или мало? Мимо меня, мимо меня всегда говорите, когда там чуха сны, там лайфхак, когда вы смотрите новости, там какая-то авария, или на воде, или землетрясение, или еще какая-то, или какой-то катаклизм происходит, или кого-то убили, или кого-то прибили, кто-то упал, кто-то заболел, проговаривайте фразу, либо меня, и будьте всегда на посетях. Какое у вас настроение, вот такое и будет у вас, как у вас дыхание, вы улыбаетесь, и такое настроение у вас будет все на день. Вы хотите, умеете выходить с любых ситуаций, да, бывают проблемы, которые, конечно, не поулыбаешься, но работайте над собой. Бывает, поплачьтесь там, похмурьтесь, потом взяли себя в руки и продолжайте улыбаться. Мы перенесли нашу локацию на более такое уютное место, безветренное, смотрите, какая арена, мы уже расположились, начинаем с кофепития, соскучились друг за другом, поболтать надо. Нас мало сегодня, но мы встретились все равно, несмотря на ненастную погоду. Тут, знаете, что боксеры, боксеры тоже собираются, пускай ждут, это наша арена. Друзья мои, привет-привет, завтрак моему мужу, картошечка с яичком, помидорчики, сыры, маслинки, хлебушек и, естественно, чайок. Иду кормить своего Ашкыма. Приятного вам настроения и хороших выходных. Вы узнаете мои цветы? Да-да, я их вчера с Ашкымом подстригла, свои кустарники красивые. Главное, перец, два перца выковыряли, а этот оставили. И посмотрите, тут у меня появилось что? Цветочек появился. Он думал, что уже все, зачах, но я еще посадила вот здесь авокадо. Вот так вот выглядит. И здесь почистили мы. У меня же был хлорофилл, очень большой. Думаю, надо его подрезать. Вот этот цветок подрезали, вот этот подрезали, вот этот. Все подрезали. А тут цветочки появились, посмотрите. Кстати, это тоже нужно сейчас все снять. Вчера почему-то такой дождь был, мы не сообразили с Ашкымом. Надо все поснимать. Вот сейчас я этим займусь. Вот, и тут цветочки у нас будут. Здесь цветочки. Погода какая. Мы позанимались с девочками сегодня. Нашли такое место, я вам показывала, укромное. И сидели, наверное, часа два. Разговаривали, йогой позанимались. Я сегодня, три у меня было занятия йогой. Два утром захотелось мне. И одно с девочками. Ходить я сегодня не ходила. Только тут, наверное, пять тысяч шагов сделала. Но это уже сейчас не приоритете. Свои дела сделала. Кстати, я купила курс, марафон еще купила. Только у денежной феи. Буду фиячить на Новый год. Еще три алгоритма научусь. Там семицветик, нейроцель и нейрорецепты на болезни. Так что вот такие вот у меня новости отличные. У нас так уже сыровато. Зима началась раньше, чем мы ожидали. Обед у меня сегодня есть. И для меня, и для мужа. Вот так наша жизнь проходит. Кстати, надо сегодня что сделать? Собрать елку. Вы знаете, я решила лимон. Не лимон, это апельсин. Посушить, да? И вот наши перцы. Да, Ашкем мало собрал. Там столько перцев было. Ну, я ему сейчас скажу. Ашкем тоже, видите, помогает мне. Решила я этот цветок поставить на балкон. Почему? Потому что он там стоит под кондиционером. И ему там не нравится. Может, придет в себя, разрастется. Вот так вот. Какой-то крылой, косой. А, я плаш. Яп. Яп. Сулина. Посмотрите, какая красивая у нас елочка. С Ашкемом. Я решила в этом году все игрушки повесить. Новый год у нас уже. А это фантазия моего мужа. Вот такая вот красавица. Сейчас я свет выключу. Новый год приближается. Мой самый любимый праздник. Вот и все. Как я смотрюсь на фоне этой елочки. Настроение хорошее такое. За окном дождь идет. Так прохладно у нас. Я нарисовала такой красивый рисунок. Видите, какой у меня макияж яркий. Вот что-то хочется. Мне таких картонул. Вот мой. Это такая молдвенная вещь, которую только один раз попробуешь и больше не захочешь. Никогда не нарисовать. Так что учитесь нейрографики. Это просто круто. Релакс. Всем привет, друзья мои. У нас так холодно. Пришла зима настоящая в Мерси. 11 градусов. На улицу нет желания выходить. Аж голос сел от холода. Вот это погодка. Настоящий мороз чувствуется. Но у нас-то работает кондиционер. Кондиционер пашет нормально. Вот. Лучше пойду. Сейчас вовнутрь зайду. Готовить себе завтрак. Встала рано. Уже 11 часов. И, короче говоря, решила я приготовить завтрак. Проголодалась. И решила я приготовить салат. Такой сделать. Цезарь. Видите. Здесь и грудка, и яйца, и брокколи. И цветная капуста, и зелень. Но это на два раза. И сейчас я его хочу заправить вот этим цитрусом, который я сорвала на улице. Вот тут у нас вдоль дорог. Он очень кислючий. Такой вкусный. Соли не понадобится. Все. Буду я кушать. Приятного аппетита. Сегодня воскресенье. Буду заниматься чем? Буду сидеть дома и рисовать нейрографику. Мне попросили порисовать нейрографику. Одна моя очень хорошая, знакомая, коллега моя. И вот буду стараться для нее, чтобы желания у нее тоже исполнились. Нейрографику можно делать на заказ. Ну, естественно, платить за это надо. Потому что так ничего не получится. Знаете, что я без очков вообще не могу. Я так испортила зрение. Ой, друзья мои. Старость не радость. Ну что, я салатик сбрызнула оливковым маслом. И вот этим попробуем на вкус, как будет. Елку поставили. Сашкэмом. Ммм, нормально, знаете. Ммм, кисленькая такая. Обалденно. Еще красный перец добавил. Я же люблю. Сегодня померила этот свитер. Посмотрите. Когда я его покупала, он вот так был. Тут я дам стара, печень размораживается. А у меня здесь размораживается грудинка. Буду капусту готовить свою. Ну, а тут салатик. Сюда, сюда. В общем, что я хотела сказать. Вчера такую новость получила. Так расстроилась. Что именно? Сейчас расскажу вам. У меня же была Асенька. Вы же знали все, да? Она открыла салон. То и это вот так хорошо начало развиваться. Курсы у нее были. Очень хорошо она стартанула. Выучила турецкий. Вообще, как турчаночка начала разговаривать. И вдруг я хотела к ней пойти на маникюр. Звоню, и она говорит, я все продала. Говорит, я уезжаю. Куда уезжаешь? За дочень. Ой, как я расстроилась. Думаю, боже мой. Но выход всегда можно найти. Я просто, знаете, какой человек. Когда я к одному мастеру иду, я другому ни за что не пойду. Ради интереса не изменю ему. Да, может быть, подумаю, но сразу останавливаюсь. Нет. Вот такой преданный. Как собака преданная. И, значит, позвонила. Она говорит, я уже скоро уезжаю на Новый год. Вот так вот. И я думаю, что делать, что делать. И позвонила Лана. К Лане хозяйка, девочка русская. Я с ней познакомилась, когда только приехала в Турцию. Она мне сделала первый маникюр с Вадимами сама лично. И она сейчас... У неё шикарный салон. Она ремонт сделала. Всё так. Я смотрю видео и в Инстаграме. Очень хорошо развивается. И идёт Инстаграм. И смотрю, что у неё русскоязычные девочки тоже работают. И я с ней. Я говорю, ты помнишь? Она говорит, Светлана. Да, 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 конечно. В общем, договорилась. В пятницу иду. Был понедельник вместо. Сейчас же всё забито. Но в понедельник у меня вебинар, марафон категором. Буду выигрывать автомобиль, денежные призы. Ну, а также я и в другом марафоне участвую. У Анастасии там будет ещё нейрографики, два алгоритма и тритвы, а третий подарок. И очень интересные техники мы будем делать, чтобы знать перед Новым годом. Поэтому понедельник у меня очень загружен. Но и само собой бизнес. Вот такие вот дела, друзья мои. Сейчас, короче, я покушаю. Ну, с вами наболталась с утра. И пойду рисовать нейрографику для моей знакомой. На завтрак. Мужу. Гуриночки. Яички. Друзья мои. Сегодняшний день. Воскресенье. И решила всё-таки поменять планы свои. И выйти подышать воздухом. Вот сюда вышки Сашки вам на базар. И посмотреть, что почём. Да, купили мы лимоны, апельсины, мандарины. Потом купили зеленушку, купили. И купили ещё. Что купили? Сейчас скажу, что купили, что купили. А, авокадо я купила. Так что вот цены офигенные. Блин. Ну, наверное, так всё привыкнуть надо к тому, что всё дорожает. Уже забыть о старых ценах. Хотя авокадо 25 лир килограмм. Не подорожало. Ну, а сухофрукты, конечно, я в шоке. Потому что 35-50 лир килограмм сухофрукты, яблоки. 15 лир. Полкило, наверное, да. Не знаю. Но не купила я. Буду есть натуральные. Ну, всё, короче. Прогулялись тут. Не так уж и холодно. Ничего нормальная похода. А там, посмотрите, я иду сейчас. Ситы такое, видите? И кругом лимоны висят. Я думаю, если были бы мы там сейчас. Вот я, допустим, один сорвала. Моёшка меня потащил. Говорю, наверное, не знают, что здесь лимоны висят. Турки равнодушны к этому. А вот у нас вот приезжает такая вот мания есть всё сорвать. Оно же растёт на дереве, никому не нужно. Так что можно и сорвать, да. Что я готовлю сегодня себе на вечер? Это моему мужу суп со шпинатом. Это я себе готовлю. Ой, какую вкуснятину. Лучок жарится с этим. В общем, смотрите, что я буду делать капусту. У меня есть такой рецепт. Я один раз выставляла. Грибочки, капусту перемешаю. Вот я приготовила заранее. Знаете, в чём? Что у меня не лимон, не апельсин, а цитрон, кажется. Этим соком залила. Себе мелко порежу до фарша. А шкэму пожарю с грибочками. Вот у меня шпинат. Шпинат. Так удобно его заранее приготовить. И положить в морозилку. Вот тут у меня грибы для шкэма подсоленные. Вот завтрак он. Не поел почему-то сегодня. В общем, вся в готовке. Покажу вам результат, друзья мои. Вы поняли, как это делать? Только надо пережарить лук с морковью. Остальное всё вот так перемешать и залить двумя яйцами, перемешанными с одной столовой ложкой нутовой муки. Перец, соль, естественно. Вот и всё. Сейчас буду готовить. И приготовлю ему ещё, может, макароны. Соте сделаю ему. Соте это грибы, курица и макароны. Гарнир. Смотрите, что получилось. Сейчас я отправлю это в духовку. Сверху я посыпала сыром. Отправлю это в духовку. Так, суп у меня уже готов. Курица с луком жарится. Брошу сюда грибы. Ну вот, сейчас макароны отварю, моему мужу. Вот, мои дорогие. Сейчас грибочки порежу. Это в духовку. И вот такая я хозяюшка. Сегодня что-то мне муза пришла готовить. Хотя куча дел. Какая красота! Посмотрите, не ужина бомба. Грибы с курочкой, макароны. Щавельный суп. Щавельный или шпинатный? Шпинатный суп. Огурчики обалденно вкусные. Хотя 10 лир килограмм. Помидоры 3 лир. Такие вкусные. Они такие некрасивые на вид. Вот, в солености. Компотик из айвы для моего шпина. И моя еда готова. А ну-ка, сейчас давайте глянем. Глянем, мои девочки, мальчики. А вот и моя капусточка. Сейчас я ее съем. Пошла кормить мужа. А то он бегает уже 20 раз пришел. А вот и моя капуста. Это нереально вкусно. Не знаю, может, для меня нереально вкусно. Грибочки, фарши куриные. Хотя написано 2 порции. Но пока я себе четвертую часть решила взять. Приятного мне аппетита! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.